Новости на телеканале ИТВ в студии Александра Пермякова. Здравствуйте! Прямо сейчас мы будем говорить о самых важных событиях сегодняшнего дня. Как и над чем работают правоохранительные органы? Какие первоочередные задачи перед ними стоят? Об этом за круглым столом говорили в Совете министров. Мы также рассмотрим проведение комплекса мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Потратив большую сумму денег, не забудьте сделать возврат из государственной казны. Что знают крымчане о налоговых вычетах? Граждане, которые получали доходы в 2015 году, должны были прийти и задекларировать свои доходы. Те, кто обеспечивает безопасность крымчан, сели за круглый стол с Сергеем Аксеновым. Глава республики провел очередное заседание Постоянно действующего Координационного совета по обеспечению порядка в Крыму. На повестке дня пять вопросов обсудили взаимодействие правоохранительных органов с общественными объединениями, в том числе участие граждан в охране общественного порядка. Рассмотрели вопрос исполнения закона, который касается имущества, конфискованного судами по материалам таможни, а также имуществом, которое ранее находилось в ведении таможенных органов Украины. Коснулись и проблемных ситуаций, связанных с проведением судебно-психиатрических экспертиз, назначенных Крымской республиканской клинической психиатрической больницей номер один. На совещании подняли самую злободневную тему, которая держит в страхе весь мир. Мы также рассмотрим проведение комплекса мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности, в том числе на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и на объектах с массовым пребыванием граждан. Эта тема особенно актуальна в свете роста террористической активности в разных регионах мира. Как показывают результаты обследований, антитеррористическая защищенность среды объектов не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Такая ситуация недопустимая требует принятия безотлагательных мер. По итогам каждого совещания предпринимаются конкретные решения, которые позитивно влияют на работу по обеспечению правопорядка на территории нашей республики. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал документ об отставке министра транспорта Крыма Андрея Бессалова. Соответствующий указ 19 июля был опубликован на интернет-портале председателя крымского Совмина. Принять отставку Бессалова Андрея Георгиевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности министра транспорта Республики Крым, согласно поданному заявлению. Уточняется в документе. Напомним, Андрей Бессалов занимал кресло главы Минтранса РК с 30 марта прошлого года. Что такое налоговые вычеты? Как вернуть часть денег, потраченных на обучение в УЗИ или на дорогостоящее лечение? Какие еще налоги крымчанам в этом году придется платить? Как прошла декларация в российском Крыму и что будет с недобросовестными налогоплательщиками? Ответы на все эти вопросы далее в сюжете. Физическому лицу нужно платить налоги, тогда у него появляется возможность вернуть потраченные деньги. Например, приобретая жилье, можно запросить у государства возврат. Такой вычет называется имущественно. Есть еще социальные вычеты, когда люди тратят деньги на учебу, либо на лечение. Добросовестные налогоплательщики имеют право на возмещение потраченных средств в зависимости от суммы ранее уплаченного НДФЛ. Процедура возврата денег простая. Для этого нужен стандартный пакет документов. В этом году была декларационная кампания. Граждане, которые получали доходы в 2015 году, должны были прийти и задекларировать свои доходы. И у тех, у кого были какие-то вычеты, они имели право получить возмещение, как мы говорим, из бюджета. То есть, если доходы получали граждане, и они должны были облагаться налогом, они пришли и задекларировали срок уплаты 15 июля. Что же касается новшеств, в этом году крымчанам придется платить транспортный налог. Основанием для уплаты является налоговое уведомление, которое будет выставлено всем владельцам транспортных средств. Однако, даже если гражданин по каким-то причинам не получил такого уведомления, он все же обязан обратиться в налоговую инспекцию по месту своей регистрации, заявить о наличии техники и уплатить налог. Крымчане будут платить первый раз транспортный налог. Поэтому я должна вас всех предупредить. Те, кто транспортные средства поставил на учет ГИБДД в 2014 году и в 2015 году, налог будет уплачиваться гражданами, владельцами транспортных средств только за 2015 год. Потому что вступил в силу налог только с 1 января 2015 года. Поэтому, когда вы зарегистрировались за 2014 год, там налоги не исчисляются. В этом году прошла и декларационная кампания. Налоги прогнозируют, в бюджет должно поступить около 300 миллионов рублей. Основной же позитивный момент в том, что впервые за последние годы количество налогоплательщиков, задекларировавших свой доход от сдачи жилья в наем, увеличилось. Мэри Бадун, Светалий Голубев, Служба новостей и ТВ. Отделение палиативной помощи на базе онкологического диспансера – практика не новая. Недавно в одном из СМИ появилась информация, что это самое отделение остро нуждается в финансировании, а пациенты живут там в жутких условиях. Выехала на место, проверила факты и узнала подробности Анастасия Калугина. Палиативная помощь – это особое направление в медицине. Это не только лечение, диагностика и различного рода обследования больных, но еще и уход за пациентами. Вдобавок – психологическая помощь как больным, так и их близким. В этом отделение палиативной помощи на базе онкологического диспансера особенно нелегко. Понятно почему. Оно было создано в 2001 году, предназначено на 10 коек и среди крымских онкопациентов востребовано. Штат сотрудников невелик, но самоотверженные медики вполне способны обслужить отделение. Однако сегодня на сайте одного из крымских СМИ появилась информация, будто пациенты отделения живут в жутких условиях и вынуждены мириться с тяжелыми условиями быта. В заметке отмечено, что это хоспис. Но табличка на здании устарела, а между хосписом и отделением палиативной помощи есть отличия. Хосписы чаще всего предполагают только уход. Чаще всего. Это просто уход за пациентом. Рассматривают его как еще одна комната в доме, где нет медицинских, где не проводятся какие-либо медицинские манипуляции, проводится только уход. А палиативное отделение все-таки предполагает медицинское вмешательство, медицинская помощь. Наша съемочная группа побывала внутри отделения, чтобы убедиться, что с пациентами все в порядке. И никаких жутких условий нет. Напротив, домашняя атмосфера. Сотрудники и сами больные довольны. Отделение в порядке, но, конечно, неплохо было бы его расширить. Бывают редкие случаи, когда нет мест. Это понятно, что. Поэтому сейчас и руководством принимаются меры, а точнее планируется уже достаточно плотно для того, чтобы хоть чуть-чуть расширить. То есть иметь определенные возможности как для госпитализации больных, так и для перемещения тех, которые не могут находиться, скажем, в общей палате. Пообщавшись за кадром с главным врачом-диспансера, стало ясно, что планы на будущее серьезные. Через несколько месяцев отделение преобразится. В этом году уже увеличено финансирование и вскоре паллиативную помощь медики смогут оказывать большему числу пациентов. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Истинный мастер своего дела. Именно так говорят о Леониде Герасимове. Сегодня своими работами он украсил стены Симферопольского дома художника. На выставке представлено свыше 50 картин, полюбоваться и познакомиться с которыми пришли крымчане из разных уголков полуострова. Подробности далее в сюжете. Леонид Герасимов – художник громадного темперамента и силы духа. Владеющий даром колориста, чувством формы, точного рисунка, написания жанровой картины, портрета, пейзажа и натюрморта. Кисть из рук он не выпускает уже больше 30 лет. Сколько заслуженных регалий на его счету и сам не помнит. Леонид рассказывает, сегодня на суд зрителей привез самые любимые работы. В его картинах спрятан глубокий смысл, понять который дано не каждому. Люди забывают историю. Давайте возвращаться к родничкам нашей нравственности, к корням нашей духовности. Давайте наконец этим заниматься. Давайте что-то делать. На очередную выставку своего любимого ученика и по совместительству лучшего друга пришел и Валентин Григорьев. Он слегка с заметной грустью вспоминает былые времена. Рассказывает, гордится тем, что помогал Леониду стать настоящим художником, мастером своего дела. Выбор мотива, выбор остроты композиционного решения и состояния в природе. И чем богата эта выставка, работы разнообразные во времени, в состоянии дня, утро, день, вечер, весна, осень, зима. Эта выставка обогащается за счет состояния природы, весна, зима, осень и состояния дня. Успехи Леонид с радостью разделяет со своей семьей, женой Светланы и детьми. Их у него четверо. Светлана рассказывает, может часами любоваться работами мужа. Ведь его техника уникальна, выработана годами. Когда мы встретились, он уже был художником, он уже давно работал в этой технике. И я уже попала в это русло просто. И стараюсь поддерживать, что мне не нравится. Я, конечно, озвучиваю наедине, критикую. И он мне за это благодарен. На одном из завораживающих полотен изображена сказочная столица полуострова. Взгляд художника на сам город весьма необычный. Он показывает Симферополь в разные эпохи. Посещать такие мероприятия, наслаждаться искусством и познавать историю родного края должен каждый крымчанин, уверен Геннадий Бахарев. Это откровенно, честно для меня. Некоторые черты нашего города, некоторые уголки города, они открылись по-другому. Это очень важно, потому что художник достаточно известный, художник со своим стилем, со своим видением реальности. Я думаю, что нужно таких людей поддерживать. Такая пропаганда в хорошем смысле этого слова нашего города, она очень нужна. Лиричные образы, которые создает Леонид, пейзажи, которые передают натуру во всем ее многообразии, завораживают. В них есть все богатство форм и красок, свежесть восприятия, ясность передачи. Свет и тень играют на его картинах. В его работах нет пестроты. Они полны гармонии и, отражая действительность, показывают все богатство окружающего мира. Дарья Костенко, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Мы продолжаем эфир, смотрите далее. Вкусная, сладкая, летняя, самая большая ягода. Любимое лакомство крымчан. Пора ли есть арбузы? Нормально вырещен арбуз, без вмешательства какой-то химии, он редко вызывает аллергии. Крым курортный. Продолжаем путешествовать по побережью и разочаровываться. Все больше арбузов стало появляться на прилавках полуострова. И это несмотря на то, что сейчас середина июля. Не сезон, говорят специалисты. Несмотря на это, крымчане несут домой с рынков и магазинов летнюю ягоду. О том, как правильно выбрать арбуз и есть ли вероятность отравления, расскажут наши корреспонденты. Нынче спрос на эту крупную ягоду стремительно возрастает. Но у людей закрадываются сомнения. Настало ли время попробовать арбуз? Уже сезон, можно же арбуз кушать. Как бы после 15 июля, уже идет сезон массовый. Уже можно не переживать, спокойно кушать. Как выбрать? Спелый арбуз? Да, по звуку. Если он глухой, это получается, что еще не зрели. Когда спелый, он хороший, вот звук, как барабан. А этот спелый арбуз? Да, этот спелый. О пользе арбузов можно говорить много. Ягода содержит не только большое количество витаминов, но и микроэлементов. Например, магний. Он очень полезен для нервной и сердечно-сосудистой системы. Тут же калий, кальций, фосфор и натрий. Они тоже благоприятно сказываются на функционировании организма. Не менее важна фруктоза. Она влияет на активность мышления. Вообще, арбуз выступает своеобразным чистильщиком организма. Специалисты рекомендуют его употреблять в пищу, но только когда сезон позволяет. Стоит помнить и о том, что ягода может нести не только пользу, но и вред для отдельной категории граждан. Кому не следует наслаждаться арбузами, так это диабетикам и страдающим почечной недостаточностью. Не исключены и аллергические реакции на этот кладезь витаминов. Нормально выращен арбуз без вмешательства какой-то химии, он редко вызывает аллергии, но, к сожалению, современная жизнь такова, что даже и к такому продукту у некоторых людей, которым не повезло, у них тоже может быть аллергическая реакция. Но, как правило, они об этом знают. Еще очень важно обратить внимание на то, что арбуз является ягодой и поэтому прежде чем употреблять, нужно тоже его помыть. Есть риск пострадать от арбуза. Не исключено, те, кто выращивает ягоды, используют химические добавки, чтобы ускорить созревание плода и начать торговлю уже в июле или даже в июне. Если они неправильно выращены и туда были добавлены нитраты, для того, чтобы они были большими и красивыми, тогда бывает отравление именно нитратами. Это токсическое повреждение, это тяжелое состояние. И такие дети или люди, которые употребляли это больные, как правило, госпитализируются не в инфекционный стационар. Кстати, инфекция может попасть в ягоду, если она на прилавке в поврежденном виде. В трещины легко проникают бактерии и заселяются там. Так что следует тщательно осматривать арбуз, не отходя от кассы. Торговых мест, к слову сказать, с каждым днем все больше и больше. Радует и тот факт, что продукт здесь, так сказать, отечественный, крымский. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Умирающие курорты на полуострове есть и такие, для которых Шанхай может стать примером архитектуры. Поселок Рыбачье в Большой Алуште как раз один из таких ярких примеров. Разваленный вместо зданий запах нечистот вместо запаха моря. Изживший себя курорт требует новой жизни. Юлия Попович в этот раз отправилась на южный берег Крыма. Живописные горы покрыты зеленым полотном. Ласковое море и голубое небо. Пейзаж по дороге Алушта-Судак завораживает своей красотой. Вот он, потрясающий Крым, думают приезжие в предвкушении хорошего отдыха. Но все меняется, как только они попадают в курортные поселки на берегу моря. Езжаем в Рыбачье, оказываемся в тоннели, шелманы, лотки, сомнительные кафе и частный сектор с двух сторон. Но это еще не самое страшное. Спустившись на пляж, оказываешься среди декораций фильма ужасов. Заброшенные пристройки, торчащие полузнившие балки, ржавое железо. Такая печальная картина здесь уже два года. Безобразие, никак не отдохнуть, грязь везде. Ни детям не отдохнут, ничего. Вот как можно здесь отдыхать? Не знаю, вообще отвратительно. Ничего даже не можем сказать. Уже отдыхаем только ради детей. Далее по курсу кафе, в которых не то что есть, даже заходить неприятно. Пляжные домики, портящие своим видом и без того унылую картину. Во времена застройки здесь не пропустили ни сантиметра. В полуразрушенном пирсе можно найти туалет за 20 рублей и душ за 100. Зайти туда осмелится только смелый человек. Балки, которые держат пирс, вот-вот сгниют до конца. Грустно становится, когда гости с материковой части России начинают сравнивать курорты. У нас все красиво, все чисто, ну как, достроено. Естественно, на прибрежной территории там все нормально, конечно. Такого нет. У нас набережные хорошие. Своё мнение о рыбаче высказал и популярный российский блогер Илья Варламов. Нынешнее состояние таково, что рыбача надо объявить зоной бедствия, обнести забором, переселить оттуда всех людей и снести. Сравнять всё с землёй. Не оставить ни одного дома, ни одной улицы. А дальше с нуля что-то строить. То, что все эти постройки в 100-метровой зоне нужно снести без разбирательств, говорит и постановление правительства. А Лучинская власть, по словам местных жителей, даже делала показательное выступление. Уже есть решение суда о сносе. В этом году приехали муниципальные власти, попытались снести. Мы потом сказали, нет у нас средств. На это мы запустили. И с теми владельцами объекта, которые должны были снести, договорились о том, что они своими силами снесут. Вот уберу стройматериал. Но вот сейчас я хожу, вижу, вот и помынет там. Море единственное, что может привлечь туриста в рыбачье. Про чистый воздух и сказать язык не поворачивается. В этом курортном посёлке свежим бризом и не пахнет. Метр за метром запах не чистут, сменяется запахом шаурмы или шашлыка. Ехать на такой отдых или нет, каждый решает сам. Наша съёмочная группа всё же решила поинтересоваться, что почём. В местном, так называемом райу, можно снять простенький стандарт с видом на море за 2000. Условия получше. Люкс – 4000 рублей. Всё бы ничего, только выйдя на балкон, сразу хочется просить о скидке. Есть и бюджетный вариант. Комната без удобств от 250 рублей. Есть возможность остановиться и в палатке. Но здесь без оплаты тоже не обойтись. У пляжа вы можете остановиться за те же 250 рублей. В палатке люди приезжают, размещают свои палатки. Но он заехал на автомобиле, он с палаточкой поставил. Мы помогли, показали место, где разместить. Всё, значит, территория чистая, убранная. Мы бежим мусор. Ну, стоимость. А мусор четыре раза в день убирается мусор. Сейчас пройдут после трёх часов. Второй раз. Четыре раза в четыре утра. И через каждые четыре часа практически всегда убирается мусор. Некоторые любители палаточного отдыха не понимают, за что с ней берут деньги. Предоплата, я так в моём понимании. Если человек заплатил, он должен что-то какой-то получить в сервис. То есть должно быть какое-то обслуживание. Допустим, вот, ну, хотя бы туалеты самое элементарное, чтобы было. Чтобы не было грязи вокруг, ни бутылки. То есть мусор, чтобы вывозили. Сейчас туалет есть, но в очень ужасном состоянии. Вот, поэтому туда с ребёнком маленьким не сходить. Вот такими курортами, в том числе, Крым пытается привлечь российского туриста. А таких посёлков на полуострове немало. В идеале на этих живописных местах должен появиться крупный инвестор. Да вот только откуда он возьмётся, если местная власть даже элементарное сделать не может. Почистить стометровую бреговую зону и прикрыть частные лавочки. Больше мешающие отдыхающим. Юлия Попович, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, посёлок Рыбачье. Бытовые отходы, которые регулярно складируются на улицах нашего города, уже давно стали вопиющей проблемой для местных жителей, которые ежедневно сталкиваются с проблемой нехватки контейнеров, не своевременного вывоза мусора с территорий дворов и улиц. А ведь отходы не просто мешают, они существенно ухудшают экологическое состояние полуострова. Тему продолжит Дарья Костенко. О крупной свалке бытовых отходов, протянувшейся через пару километров от поселения Каменка, мало кто знает. Неравнодушные жители больше не могут любоваться подобными красотами. А между тем, куча мусора растёт с каждым днём, и убирать её никто не собирается. Связано это с тем, что недавно посёлок отдали в распоряжение частной компании по вывозу отходов, с которой уже больше двух месяцев жители не могут заключить договор. Я не могу добиться, чтобы на нашей улице организовали вывоз мусора. Я живу на улице Азимой. На встрече с общественностью глава города сказала, что нас обслуживает фирма «Вектор». Представитель Экограда дал номер телефона этой фирмы. Да, представитель выехал на нашу улицу. Как выяснилось, в настоящий момент договора предоставить он не может, способы оплаты предоставить не может, схемы очистки нашего микрорайона нет, то есть где устанавливают бачки, либо это какие-то отдельные будут урны, либо каждому во двор. И уже практически два месяца мы ждём. Каждый утилизирует свои отходы как может. Кто-то возит в город, а кто-то вечерами жжёт во дворах. Что остаётся людям, которые проживают в частном секторе? Либо ночами жечь мусор во дворах, либо складывать их в пакеты на своих машинах, вывозить в многоэтажки, где есть, стоят большие баки. Всё. То есть это просто жизненная необходимость. Жители посёлка готовы на всё, лишь бы мусор вывозили своевременно. Ведь на сегодняшний день спокойно выйти на улицу погулять невозможно. Малейший ветер мгновенно разносит запахи. Не лучше ситуации и в самом Симферополе. Здесь, не стесняясь, выбрасывают мусор возле детских учреждений. Так на улице Сельвинского за детским садом скопилась приличная горка из бытовых отходов. Около детского сада вот такая свалка. Но, значит, там нужно поставить что-то, я так понимаю, чтобы сделать, огородить, как-то поставить ящики эти, чтобы люди могли тоже выносить мусор. Ведь с этого района очень далеко носить мусор куда-то, на проспект Победы или на Кичкемецкую. Убираются очень плохо. И самое страшное, что у нас люди такие. Это же не те, кто убирает плохо, бросает мусор не в бак, а рядом. А мы же сами бросаем этот мусор. Я несколько раз пыталась ругаться, если я видела. Но реакции никакой. Поэтому, конечно, очень плохо. Тем более, это садик, здесь мой ребенок. В свою очередь глава администрации Геннадий Бахарев рассказывает, ситуация с мусором в ближайшее время в городе нормализуется. Более 80% мы уже охватили договорами. Это положительный фактор. То есть изменилось сознание наших горожан. Я благодарен тем, у кого изменилось. У некоторых, конечно, не изменилось. Поэтому мы действуем путем штрафов, путем административных протоколов. На сегодняшний день вопрос с вывозом бытовых отходов остается открытым. И когда он решится, пока неизвестно. Городские власти заверяют, все под контролем. Они добьются, чтобы свалки покинули улицы города. Дарья Костенко, Евгений Стариков, Служба новостей ИТВ. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале ИТВ. Я прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин